Добрый вечер, Славутич, добрый вечер, славучане. Итак, долгожданный эфир. Прямой эфир, я надеюсь, вы знаете, мы о рекламировании говорили о нем долго. Калашник Сергей Васильевич совсем недавно отметил первые 100 дней своей должности. Новой должности он исполняет обязанности директора Чернобыльской атомной станции. Сегодня он на прямом эфире, можно задавать вопросы. Вы уже прислали часть вопросов. У нас телефон 23621 будет работать где-то минут через 20, потому что у нас есть порядка 17-18 вопросов. Кроме того, мы еще дадим возможность Сергею Васильевичу сказать, как вам первые 100 дней в должности атомщика. Добрый вечер, уважаемые коллеги, добрый вечер, уважаемые славучане. Прежде всего, хочу поблагодарить вас, Александр Алексеевич, за предоставленную возможность пообщаться с людьми. По поводу моих первых 100 дней, на самом деле, они будут немножко позже, через 8. 90 дней у меня исполнилось 3 месяца, 2 дня назад, но поскольку на следующей неделе я буду в отпуске с понедельника, то я попросил, хотел бы еще раз сказать, что инициатором нашей встречи являюсь я лично, встретиться и пообщаться с вами. Первые 100 дней, будем считать, что это 100 дней, мне понравились, впечатлили, добавило эмоции, добавило мнения, всякого разного. Ну, я думаю, мы сегодня пообщаемся и поделимся. Хорошо, потому что, вот, я не знаю, знаете ли вы, у нас был директор Чернобыльской атомной станции, Игорь Иванович Грамоткин, он был дольше всего директором, вот, у него на канале «Россия», он высказал сомнения относительно того, что, ну вот, так просто вам удастся, не будучи атомщиком, руководить таким объектом, как Чернобыльская атомная станция. Давайте мы послушаем сейчас его комментарий по этому поводу, и потом вы прокомментируете, столь ли важно на Чернобыльской атомной станции, которая фактически уже не работает, ну, нажимать на кнопку пуска атомного блока. Итак, Игорь Иванович. Игорь Иванович. У нас своя отдельная каста. Тот, кто никогда не управлял реактором, сколько бы ты книжек не прочитал, ты никогда этого не поймешь. Меня очень беспокоит, что коллектив Чернобыльской АЭС сейчас начинают реформировать, при этом реформируют люди, которые в атомной энергетике не работали. Сегодня, да, безусловно, станция кардинально поменялась, изменились условия работы, изменился объем оборудования. Менять нужно, но нужно это делать осознанно и понимая последствия, которые могут возникнуть. Сергей Васильевич, так, я напомню, это был директор, ну, который был фактически перед вами, там, срок у него достаточно приличный. Вот он сомневается, что вам будет легко управлять вот таким большим объектом, как атомная станция. Вот с вашей точки зрения это действительно сложно? Ну, прежде всего, с чего вы начали, знаю ли я такого человека. Для понимания вопроса мы с ним знакомы около 20 лет. Ох ты. Да. Около 20 лет наши жизненные пути идут рядом. Поэтому Игорь Иванович, конечно, большой мастер эпатажа. От него это не отнять. И его интервью оставило больше вопросов, чем ответов. Если говорить, ну, мое впечатление, наверное, вопрос бы надо было поставить так. Ощущаю ли я недостаток образования или опыта для того, чтобы работать в этой ситуации? С образованием там все приятно, но чуть позже мы об этом поговорим. Ну, я не ощущаю недостаток ни одного, ни другого. Люди, которые знают, с кем я работал, как понимают, что на площадке Чернобыльской станции я непосредственно работаю более 10 лет. Немножко в другой апостаси, но поменяться местами даже лучше. Вот. По поводу образования, забегая наперед, мы, если захотите, вернемся к этой теме, то на сегодняшний день, на сегодняшний момент, когда Чернобыльская атомная электростанция находится в стадии снятия с эксплуатации, как по мне, руководить таким объектом вообще должен там или инженер-механик, или инженер-строитель. Это было бы еще лучше. Быть атомщиком на этом этапе, как по мне, вообще не обязательно. Не обязательно. Понятно. Хорошо. Ну, смотрите, наши журналисты покопались в интернете и нашли кое-что о вас. Для того, чтобы вам не рассказывать, ну, оно не всегда удобно рассказывать, заканчивал тот институт и так далее. Вот мы нашли информацию, небольшую информацию о вас. И, мало того, вот 90 дней назад у вас было такое первое выступление перед работниками Чернобыльской атомной станции. Вы были немногословны, надо отдать должное. Так же, кстати, как и на сессии, когда вы пришли, когда вас представляли на сессии городского совета, вы были очень краткие. И вот, судя по вашему ответу, вы не приемлете каких-то длинных таких речей продолжительных. Вот. Поэтому сейчас давайте мы посмотрим все-таки рассказ о вас, что вы и что вы пообещали атомщикам своей первой тронной речи. Хорошо. Сергей Калашников народился 1965-го. У 1989-го року закінчив Запорізький машинобудівний інститут за спеціальностью технологія машинобудівництва. Металорізні станки та інструменти – инженер-механік. На Запорізькому образивному комбінаті пройшов шлях від механіка до заступника начальника цеху. Довгий час працював на керівних посадах у різних українських та закордонних компаніях. Останнє місце роботи – заступник керівника проекту спільного підприємства «Новарка». Одружений має двох синів. У своєму першому зверненні до колективу Чорнобильського АЕС Сергій Васильович заявив. Первым приоритетом и самым главным приоритетом своей жизни, я считаю, это люди. Я считаю, что самая большая ценность, самое большое, что есть в нашей цивилизации – это человеческая жизнь. И все, в моем понимании, строится отсюда. Первое, что оберегает нашу жизнь – это техника безопасности во всех ее проявлениях. На сложном предприятии, понятное дело, что это многогранное понятие. Обстановка, ремонт, средства производства, техника – все, чем работают люди, оно должно соответствовать передовым нормам, пониманиям, здравому смыслу, технологиям и так далее. Я абсолютно согласен с Максимом Ивановичем о том, что заработная оплата должна расти не только потому, что у нас есть инфляция, не только потому, что помимо инфляции непропорционально дорожают услуги, а и потому, что растет квалификация людей, растет сложность, интенсивность труда. С этим тоже надо считаться, необходимо находить аргументы, я думаю, я уверен, что мы их найдем, доказывать, показывать и добиваться того, чтобы заработная оплата коллектива была достойной. Дальше, я считаю, что необходимо продолжать перемещение, кого возможно, людей в город, потому что если возвратиться к первому пункту о людях, о качестве их жизни, то нет сомнения, что это необсуждаемый вопрос, качество жизни для людей в городе, оно более приемлемо, чем здесь на площадке. Еще один вопрос, на который тоже хотелось бы обратить внимание, это расходование денег. Ну, понятно, что мир меняется, мы с вами живем в другом мире, чем жили пять лет назад, у нас есть средства массовой информации, которые там не то, что могут создать общественное мнение, а могут там президента выбрать, если они между собой вступят в сговор. Все сейчас понятно и прозрачно, есть контролирующие органы, есть журналисты, есть активисты, наши предприятия, это не частная компания, хотя если даже частная компания, то ничего не меняет, она платит налоги, и всем интересно, каким образом мы тратим деньги. Поэтому мы должны понимать, что это деньги не наши, а это деньги государственные, и я считаю, что необходимо будет вести более четкую, ясную, разъяснительную, более открытую, наверное, может быть, работу при формировании капитальных затрат, ну и всех остальных направлений денег. Понятно, вы помните свою речь, и вот вы только что с вами говорили, что народ был, в общем-то, как-то, несколько даже испуган вашей речью, да? Или уже не так, вот с вашей точки зрения? Да нет, я… На самом деле, начнем с того, чем мы закончили. Вы сказали, что я немногословен, но это не совсем так, я люблю поговорить и люблю пообщаться. Ага, понятно. Да, вот, ну, почему я немногословен на встречах, немногословен на совещаниях и на эфирах, потому что я не люблю болтовнёй или излишними объяснениями, эпитетами объяснять простые вещи, я не люблю отнимать на это человеческий ресурс время людей, своих собеседников, а в принципе, как бы, кто ясно мыслит, тот ясно излагает, и всегда стараюсь кратко донести свою мысль до собеседника, чтобы она была понятна и доступна. Понятно, хорошо, хорошо, ну, в принципе, вы не профсоюзный деятель, вам не обязательно… Даже не член профсоюза. И даже не член профсоюза, это интересно. А, кстати, вас пригласили на профсоюзную конференцию завтра? Да, трижды. Максим Иванович дважды, его заместитель один раз. Сначала долго не решались, долго не приглашали, но потом вот… Но вы же понимаете, что часть нашего прямого эфира будет посвящена именно этому направлению. Вообще, как вы относитесь к Орлову как к профсоюзному лидеру? Это случайно изгодит вопрос. Это не да. Ну, он же лидер. Да. Его избрал коллектив. Да. Поэтому к выбору коллектива я отношусь и к коллективу с уважением. Даже к той части, которая не является членами профсоюза, ну, в любом случае, членов профсоюза у нас больше. А с большинством нужно считаться. Ну, это известная вещь, да? Понятно. И те социальные программы, которые, социальные моменты, которые отстаивает профсоюз, имеет на это полное законное право, в любом случае они распространяются на всех людей, которые работают на Чернобыльской станции. Вот поэтому к должности, именно к должности профсоюзного лидера я отношусь с уважением и всегда относился в предыдущих моих моментах, где я там как не работал. Эта жизнь уже научила, поскольку человек с опытом. К Максиму Ивановичу неоднозначно, лично. Вот если кто-то захочет, чтобы я расшифровал свою неоднозначность, тогда потратим на это время. Ну, давайте, наверное, да. Потому что следующий вопрос, чем вам не угодил Орлов? Потому что это как бы продолжение. Вы так ушли от этого. Скорее, здесь вопрос надо было перефразировать, чем я не угодил Орлову. Ну, может быть так, да, учитывая, что вы как бы пришедший, а он местный, по большому счету. Ну, он же местный, наверное, на это имеет право. Несколько это напоминает дворовые разборки, местные или пришедшие. Хотя один раз он так и выразился. Было интервью его с журналистом. Не знаю, это какой-то канал. Киселё, по-моему, у человека фамилия. А, я понял. Нет, это местный у нас есть такой журналист, который любит развивать свое телевидение. Такое мини-местное телевидение. Мини-интернет-телевидение. Неужели конкурент? Я не считаю. Да? Хорошо. Ну, там у Максима Ивановича была такая эпопея, когда он писал во все инстанции, что меня там неправильно назначили. Или еще там чего-то, где-то как-то. Вот, когда задали ему вопрос о предыдущего исполняющего обязанности, так же назначили. Ну, Максим Иванович отвечает, естественно, так же. На вопрос, а почему тогда не писали письма, Максим Иванович ответил, что так он же наш. Ну, вот, а вот вы попали в категорию не наших. Потому что, видите, может быть, я раскрою вам тайну, но вы первый директор, не наш. То есть, все предыдущие директоры были, либо работали на атомной станции, либо участники ликвидации последствий аварии, либо живут в Славутище. Вы по всем категориям не наш. Мало того, что я еще наводил справки, я первый директор, который свободно владеет государственным языком. О! Это, конечно, нет. Я слышал, как Игорь Иванович один раз пытался навладеть, когда была такая эпопея, когда был президент у нас Ющенко, и он тогда всех директоров заставил говорить. Но, с моей точки зрения, лучше бы Игорь Иванович это не делал. Но, насколько я знаю, я слышал несколько ваших разговоров на эту тему. У вас все в порядке с украинским языком. И с украинским, и с английским, слава Богу. И с английским. Благодаря опыту, который был до этого. А, ну, вы же работали, в принципе, с иностранцами, поэтому английский вам нужно было знать точно. Один из того, из части багажа, который я оттуда с собой забрал, ну, это знание. А поскольку мир у нас меняется, как я говорил, как вы назвали, утромная речь, то рано или поздно придет такая ситуация, когда рано или поздно поменяется, и даже человек, который назначен на руководящую должность на это предприятие, как и на любое другое, ну, я не удивлюсь, когда-то, когда руководителем предприятия станет вообще иностранец. Даже так. А вот, смотрите, вот, интересный вопрос возник, буквально неожиданно. Или женщина, например. В процессе разговора. Вы, как бы, ну, были в системе и советской, насколько я понимаю, по вашему возрасту. И вы работали и на предприятиях государственных, и в то же время вы работали, ну, под иностранной фирмой. Все-таки предыдущая ваша работа, она была связана с иностранцами. Чем отличается вот работа, трудоустройство вот в западной фирме и в отечественной, так скажем? Ну, кроме зарплаты, я понимаю, да. Вопрос же не только заработной платы. Если у кого-то создаётся впечатление, что на варке платили большую заработную плату, мы кому-то её платили. Сознаётся, вообще, скорее, на говоря. Да. Но на самом деле люди, которые работали, например, на сборке арматурных каркакасов или работали на укладке бетона, у них очень маленькая заработная плата. Но ещё хочу сказать, что водители, которые работают на варке, у них тоже заработная плата меньше, нежели у водителей, которые работают сейчас на Чернобыльской атомной электростанции. У Димки где-то так. Но я знаю, что водители рвались просто туда, в наварку. Ну, в наварку все рвались. Понятно. А потом все рвались и обратно. Что касаемо трудоустройства, мы там тоже сделали уже небольшие преобразования на Чернобыльской станции, объединили два отдела. Отдел заработной платы и отдел кадров. По сути дела во всём мире, в западном капиталистическом, назовём так, мире, который продиктован жизнью, есть такой HR, Human Resource, отдел, который занимается полностью людьми. Всё трудоустройство находится не на конфликте двух отделов, который хочет принять, а тот, который хочет заплатить меньше заработную плату. Там это урегулировано. И ещё я своим коллегам рассказываю, что, коль мы говорим о западных компаниях, то часть бухгалтерии, которая начисляет заработную плату, тоже относится к этому отделу. Но мы пока, к сожалению, с нашим бухгалтерским учётом не готовы это сделать. Так что вот так. В плане организации, разумеется, в иностранных компаниях, особенно, ну, тоже есть разные иностранные компании, например, есть Сименс, который там работает, делает турбины, и это предприятие, да. Я изучал работу Сименса, изучал работу компании Тойоты. Вот если мы тоже скажем, это машиностроительное предприятие, вот я в Сумах работал на машиностроительном предприятии, ездил и знакомился с их опытом. Ну, отличается, ну, не настолько, как компании, которые проектные. Вот Наварка, она проектная компания. Это компания, которая создаётся под определённую задачу, причём эта задача меняется, ну, там, я не знаю, копать ямы, ложить фундаменты, ложить конструкции, обшивку системы и так далее. И вот она очень быстро, мобильно модифицируется. Разумеется, никакого профсоюза там нет, хотя я отношусь положительно ко всем общественным организациям, но он просто там не умеет создаваться. Вот лидер есть, вот его нет. Даже если есть какой-то авторитетный там рабочий, то он под какую-то задачу его нашёл. То есть, они более мобильные. Ну, понятно. Они более заточены по выполнению определённых конкретных задач. То есть, это конкретная компания под конкретной работой. В плане достижения результата он у них отцифрован. К такой-то дате должен быть объект. Понятно. То есть, должен быть либо поварен лес, либо построен там, я не знаю, фундаменты и так далее. То есть, нет таких вот длинных. Хорошо. Ну, давайте вернёмся всё-таки, наверное, к основной теме. Ну, судя по вопросам, вот существуют определённые трудности, я так понимаю, в работе УЗФО и Чернобыльской атомной станции. Вот задают вопрос, почему вы так категорично не хотите провести реорганизацию ЧАЭС и УЗФО по закону? Ну, наверное, нужно начать этот вопрос из глубины. Да, давай. Опираясь на интервью Игоря Ивановича, которое мы там смотрели, я же его посмотрел, вот, когда он там говорит о том, что там реформы и перереформы. Ну, реформа зоны отчуждения, на которой он там говорит, что люди там без опыта образования делают реформы. И вся эта реформа сводится к тому, что применимо к Чернобыльской станции. Это объединение или там слияние УЗФО с Чернобыльской станцией. Приказ, кстати, был подписан до моего назначения, там, за три недели. Я не принимал участия в этом, не принимал участия в формировании этого процесса. Ну, да, да. Тем не менее, я считаю, что это исправление тех ошибок, которые в своё время допустил Игорь Иванович. Ровно семь лет назад. Ну, он же разделил ЧАЭС и МОВУЗФО. Да, он разделил, и он заранее создал конфликт интересов. Кстати, мы тогда оговаривали с ним этот момент, он со мной советовался по многим вопросам. И для меня он человек, который умел слушать, но не всегда умел слышать. Я понимал, что это неправильно, я понимал, что он закладывает конфликт, я понимал, что он садит на одну программу, на одно финансирование двух конкурентов, я понимал, что всегда будет младший обижен, я понимал, что он всегда будет недооказывать услугу, экономив деньги, я понимал, что ему всегда будет их не хватать, что, в принципе, как бы и выяснилось. Ну, и помимо всего этого, это нарушение вообще бюджетного законодательства. Поэтому и происходит сейчас обратное слияние. В плане по закону, не по закону, все происходит абсолютно по закону, есть два пути, по сути дела, одним путем идем мы, одним путем идут наши соседи, ЧСК и ЦППРВ, там тоже происходит слияние, и не только у них, в других местах тоже. Вот они сливают два предприятия, и у них под те процессы, которые есть, оказывается, все принимаются на работу, и еще там человек 20 или 40 не хватает, по-моему. В нашем же случае, когда мы сливаем два предприятия, у нас оказывается человек примерно 85, 87. Это цифра в динамике. Я понимаю. Это цифра в динамике, и вы сейчас поймете, почему. Они оказываются у нас лишними. Почему оказываются лишними? Ну, потому что из этих 87, на самом деле, на сегодняшний день, это цифра 61 или 65 человек. И к моменту, когда люди будут сокращены, которые не помещаются в то штатное расписание, которое есть на нашем предприятии, она будет еще меньше. Открываются вакансии, кто-то уходит сам и так далее. Но, если посмотреть в корень вопроса, то мы сейчас принимаем ровно такое количество людей, которое 7 лет назад отделялось от Чернобыльской станции. То есть, они выросли за это время? За это время они выросли. Понятно. Они выросли, но и еще не в этом вопрос. Давайте будем честны. Они выросли, но мы принимаем рабочих больше, а ИТР меньше. Я понял. То есть, мы качественно улучшаемся. Когда они отделялись, то они отделились количеством рабочих и количеством ИТР, грубо говоря, в 600 человек. А на сегодняшний день мы принимаем те же 600 человек, но без ИТР. Не, ну понятно, что личный руководитель, главный бухгалтер точно не нужен. Ну, было предложение, кстати, не только Максима Ивановича, было предложение еще и профсоюзных других. И кто его поддерживал, там люди, я не знаю их всех по фамилиям, но члены профсоюза, они говорили, давайте примем всех. И потом внутри себя будем смотреть, кто лучше, кто хуже, будем взвешивать. Например, берем главного бухгалтера оттуда, берем нашего главного бухгалтера и смотрим, у кого квалификация. То есть, вы представляете, да, это привело бы еще к более созданию... Это больше конфликт был возник. Страшный был возник конфликт, например, закупщиков, например, юристов, кто из них круче, начиная мерять, взвешивать. Понятно, да? Да, и потом, кроме того, там существуют законы, это государственные предприятия, у кого-то трое детей, у кого-то ни одного, и кого-то вы можете уволить, а кого-то не можете. Все моменты закона учтены. У кого есть преимущественное право остаться на работе, те люди остались. И никто же не посягает на нарушение закона. Мы можем закон обсуждать, что он правильный или неправильный, но мы его обязаны соблюдать. Понятно. Ну, вот чуть позже я хочу, чтобы вы прокомментировали, у Максима Ивановича вышло такое тоже в интернете обращение, оно тоже во втором блоке будет. И, в частности, он там говорит очень много о главе агентства, о том, что он изначально, когда вот проходило вот это вот объединение, обещал, что высвободится, ну, максимум 1-2%, а получилось вот именно столько. И он как бы горой стоит за этот коллектив, и его как бы и понимают УЗФО, и поддерживают, и так далее. То есть, а еще больше, чем 87, не может быть? Или это все-таки вот такая плавающая цифра, и вы не можете сейчас сказать, это будет 88, 66 или 103? Почему же могу сказать? Больше не будет точно, будет только меньше. Меньше даже. Да, потому что если мы, условно говоря, завтра, ну, завтра выходной день, там, в понедельник или во вторник, выдаем людям уведомления на сокращение, то как минимум в течение двух месяцев кто-то, а это определенное количество бывает до 10 человек в месяц, увольняется с Чернобыльской станции, или уходят люди в декрет, то эти люди имеют право занять эти места. То есть, эта цифра однозначно только уменьшится. Следующий вопрос, эти люди могут себе найти работу в другом месте. Да, совершенно верно. А работы, ну, ее достаточно, на самом деле, нужно только приложить усилия для того, чтобы ее найти. Хорошо. Такой, ну, может быть, не знаю, жесткий, наверное, жесткий вопрос. Как вы относитесь к тому, что Орлов написал письма в самые разные инстанции, на Буте, Машенко и так далее, и так далее. Тут перечисляются различные организации о том, что администрация нарушает все возможные законы. Не консультируется с профсоюзами. Вот так как бы подается в письмах. Ну, на самом деле, понятное дело, что если бы закон был нарушен, там, при... К вам бы уже приехали. Ну, как бы да. Вы абсолютно правы. Значит, я читал эти письма, лично Максим Иванович давал мне их читать и рассказывал, что ничего личного он за процесс. Я понял. Но после его интервью, когда он сказал о том, что он же наш, поэтому тут все хорошо, а если этот не наш, то тут все плохо. На самом деле, это все лукавство. Законы не были нарушены ни при моем назначении, ни при принятии решений о реформировании или слиянии Чернобыльской станции УЗФО. Зачем Максим Иванович это делает? Ну, я не знаю, может, из личных побуждений. Я так понимаю, у него натянулись отношения сейчас на всех фронтах. Вот, может быть, его кто-то об этом попросил. Потому что, если мы возьмем и сравним текст этих писем и наложим на интервью Игоря Ивановича, то у нас может создаться впечатление, что автор один и тот же этого КВН. А вы слушали интервью, Игоря Ивановича? Нет, Игоря Ивановича слушал только фрагментарно. В плане реформирования и у кого-то образования и так далее? Нет, реформирования нет. Вообще, я на интервью, я вам скажу, на интервью с Игорем Ивановичем я вышел случайно, потому что я собираю мнение о фильме «Чернобыль». И вот мне сказали, так Грамоткин об этом говорит, а я как бы вот эту часть прослушал, а когда пошло вопрос о реформировании, ну, я не работник ЧАЭС, это меня как бы в меньшей степени касается и, в общем-то, волнует, насколько я понимаю, с этим разбираются и профсоюзы, и вы как лидер. Поэтому эту часть я не слышал о реформировании. Нет, он там говорил о том, что важно, чтобы реформированием занимался именно атомщик, потому что он иначе не понимает последствия. А вот интересно, душой атомщик должен что, стены, оставшиеся от реактора, чувствовать? Арматуру как выбрали люди? Я не знаю, надо с Игорем Ивановичем встречаться, видите, его здесь нет, пока он за рубежом, скажем так, поэтому это к его совести, это и вопрос к нему. Есть еще такой вопрос, ну, я понимаю, что приказ был о реформировании УЗФО немножко раньше, чем вы появились, но вот есть некоторые славучане, которые считают, что вам поставлены задачи Остапом Семираком и Виталием Петруком. Какие? Ну, на самом деле задачи, конечно, поставлены, но они никак не связаны с этим приказом и никак не связаны с увольнением людей. Задачи поставлены с процессом вдохнуть жизнь и движение в Чернобыльскую станцию, потому что на этом этапе, на котором она находилась, как считал министр и считал глава агентства, это было такое, как бы, плавание по течению. Ну, это для меня, как бы, новое, всегда считалось, что там у нас Чернобыльская атомная станция передовых, новые идеи, вот, а в чем должно вот заключиться новое, в чем должна реорганизоваться Чернобыльская атомная станция? Я боюсь спрашивать, ну, это уже во втором блоке. Так и вы не бойтесь. Да? Да. Ну, больше всего бояться же, понимаете, вот в чем главный вопрос, вот всего того, о чем мы уже говорили, о том, что это, ну, это как бы мышки, на которых вы, в частности, тренируетесь, и агенция тренируется, а самая главная задача, которая поставлена перед вами, это провести сокращение на Чернобыльской атомной станции. Ну, понятное дело, что, всему мыслим кошельком и желудком, наверное, немного еще теплом, и то зимой. Вот, вопрос абсолютно совершенно в другом. И министры и глава агентства на этот процесс, в принципе-то, смотрели, исходя из других побуждений, исходя и вообще из других категорий и понятий. Если можно, давайте немного порассуждаем. Вот, смотрите, время идет, да? Есть определенные проекты, которые реализуются на Чернобыльской станции, есть сама деятельность Чернобыльской станции как таковой. И давайте мы теперь непредвзято на это все посмотрим. Ну, вот возьмем, давайте по проектам. Есть проект НБК, в котором я был задействован. Мы все прекрасно понимаем, что проект должен был реализован за 5 лет и в 2012 году закончен. Мы с вами живем в 2019 году, и на март месяц вообще непонятно было, когда он должен быть закончен. Непонятно, когда закончатся испытания, непонятно, когда будет этот объект. Ну, летом этого года точно, по-моему, да? Ну, слушайте, это сегодня уже понятно, что это летом этого года. В марте месяц вообще непонятно, когда должна была бы произойти пробная эксплуатация. Она должна была бы произойти еще в 2018 году. Ну, вот оно тянется, 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 тянется. И логического завершения этому нет, вообще нет. И в 2020 году нет, и в 2021 году нет. Что мы с вами имеем на сегодняшний день? Мы имеем на сегодняшний день, в конце апреля мы закончили пробную эксплуатацию. Арка находится сейчас в режиме гарантийной эксплуатации. То есть год гарантийной эксплуатации закончится в апреле 2020 года. Мы с вами сейчас говорим о том, что мы в июле месяце подпишем акт приемопередачи. Мы говорим о том, что мы ее поставим на баланс в Чернобыльской станции, вступим в права собственности и сможем допустить своих людей к управлению этим объектом. То есть на сегодняшний день это долгострой. Смотрим второй процесс. Хаят-2, хранилище отработанного ядерного топлива. В марте месяце подрядчик Холтек практически демобилизировал своих людей с площадки. Руководитель проекта уже был в Англии, и последние люди оттуда уезжали. Ну, на сегодняшний день это тоже есть как бы процесс. Сложный процесс, но мы поэтому в этом процессе определенные сдвиги и моменты сделали. 19-го числа меня назначили, 20-го я сидел в офисе компании Холтек на переговорах, и мы разделили с ними два процесса. Один юридический и финансовый, второй это процесс прогресса. То есть чего мы достигли? Мы достигли того, что 6-го мая начались испытания, в июле они закончатся. В октябре-ноябре мы везем туда первое топливо, то есть мы делаем горячее так называемое испытание на натуральном отработанном топливе, и примерно через год, в июне 2000 года, этот объект будет запущен в эксплуатацию. И помимо того, а в суды мы все равно пойдем с Холтеком, это уже другой вопрос, но мы это отделили. Мне удалось убедить нам, мне удалось убедить их в том, что если они уйдут, то будет еще дороже всем, в том числе и им. Ну они же капиталисты, они умеют считать, взяли из бумаги и посчитали. Ну как бы вот так, можно брать любой другой проект, например, инфраструктура Чернобыльской станции. Есть такой проект окончательного закрытия и консервации станции. Проект этот был закончен, сам проект на бумаге был закончен в 2015 или 2016 году, сегодня 2019, и до сегодняшнего дня ничего не сделано. Только сейчас мы начинаем приступать к консервации отсечения блоков. Дальше с 2014 года линия измельчения длинномеров находится под судами и конфликтом. Сейчас мы договорились, что в этом году она будет поставлена уже на предприятие. Мы начнем извлекать, скажем так, негабаритные конструкции, которые надо извлечь из блока до его окончательного закрытия. Можно брать любой другой проект. Завод «Запожирово», который был построен за международные деньги, который должен работать. Он не работает, введен в эксплуатацию, не работает 5 лет. В этом году, в июле, он выпустит, законсервирует первые 1170 контейнеров и отправит их на захоронение, на вектор. Завод по производству контейнеров. Точно так стоит 5 лет. Люди ходят на работу и там, и там. Контейнера не производят. Завод по производству твердых радиоактивных отходов. Ну, не по производству, а по упаковке их. По упаковке, да. Да, его ввели в эксплуатацию, пробовали ввести в эксплуатацию, там, 4 или 5 лет назад. Пока его вводили в эксплуатацию, изменились нормы, в том числе и пожарные. На сегодняшний день мы дорабатываем этот завод за счет бюджета. И я думаю, что в этом году введем в эксплуатацию. Любой другой проект могу брать, инфраструктурный, который есть на Чернобыльской станции. Вот оно все вяло текущем. Вяло, вяло, вяло текущем. Вяло, вяло текущем. Понятно. Спасибо. Спасибо. Давайте, наверное, мы на этом закончим первый блок. У нас есть еще вопросы. Ну, я обращаюсь к телезрителям. Телефон 2-36-21 или 0-44-79, опять же, 2-36-21. Вы можете к нам позвонить в прямой эфир. Я не уверен, что мы будем прямо в прямом эфире отвечать на эти вопросы. Но в любом случае телефон поднимем, вопрос запишем. И, собственно говоря, исполняющему директора Сергею Васильевичу его зададим. Итак, конец первого блока. Будет обязательно второй. Буквально минут через пять после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин